Приветищи! Сегодня у нас с тобой будет новенькая игруха под названием Ацестерс. Это эволюция человека, то есть мы от обезьяны будем малиционировать к человеку. Поговорю, что это от разработчиков Ассасин Скрит, так что можно сказать, что это Ассасин Скрит по обезьяне. Сейчас вы узнаете, как жили наши предки на заре человечества. Это бесконечная история развития человеческого рода на нашей планете. Вам придется полагаться только на свое тело, органы чувств, интеллект и голос. Становитесь сильнее и развивайте свой род. Учитесь противостоять силам природы, обучайте семью и стройте жилища. Удачи! На нас особо не надейтесь. Вот жуки, а? И помните! Эволюция. Это не развитие по шаблону. Вы сами выбираете свой путь. Здрасте. Комета пролетела. Эй, похоже, что... А, это не комета. Мы под водой! Я думал, мы в космосе где-то. Да, ничего себе! Что это здесь происходит? Африка. Десять миллионов лет назад. Ух ты! Змеюка какая большая... А-а-а! Макака, беги! Тебе еще, походу, змеюку схавает. А-а-та-та. Рыбеха спасла макаку. Ой-ой-ой-ошенький, крокодил плывет. Или аллигатор. Эээ, гладиатору, короче, не фартануло. А, нет, даже птички не фартануло. Рыбеха-то чё, она уплыла, смотри-ка. Хотя она уже дохленькая. Ммм, я даже не знаю, чего кому фартит здесь. Ужас. Это стиль природы. Выживает сильнейший. Пумочка какая. Нифига-ше-се! Я не знал, что пумы гладиаторами питаются. Видимо, эта пума была очень голодная. А рыбехе пофиг. Она свалила. Такое ощущение, что это эволюция рыбы. Земля без людей. Часть первая. Рыба-рыба, смотри, сынок, рыба. Пойдём сожрём с тобой рыбу. И, сосед, поделись рыбкой. Грызи полки, у меня дна. Да ещё и ребёнка кормить надо. А слушай, может быть, это не батя, может, это мама. Обычно самки носят детей на спине. Ништяк, сынуля. Сейчас мы с тобой захаваем. Чё-то паника какая-то у мамы. Но она счастлива в при... Хо-хо-хо-хо-хо! Вот это орёл! О-о-о! Это было жёстко. А, всё, начинаем, наконец-то! Вернитесь в безопасное место. В укрытие или в поселение. Ну, что могу сказать. Смотри, как наш детёныш трясётся. Он находится в страхе. Даже вот это вот мрачное освещение, вот эти вот все звуки диких животных, всякие пасти открывающиеся, вот эти вот красные цвета. Это наш страх. Мы очень боимся. Нам нужно поскорее отсюда уйти. И спрятаться. Значит, у нас есть чувство. Ну, мы же всё-таки животные с тобой, да? Обладающие хоть каким-то интеллектом и инстинктом самосохранения. Значит, у нас есть интеллект. Мы его врубаем. И можем наблюдать вот такую картину. Есть какие-то квадратики. Можем на них сконцентрироваться. Вон там вот есть укрытие, смотри. Можем туда побежать. Есть ещё укрытие какое-нибудь? Вон квадратик. Давай там сконцентрироваться. Там есть укрытие. Жалко не показываться, сколько метров до какого укрытия. Что ж, выбираем ближайшее. Мне кажется, что... О, вон там что-то есть интересненькое. Ну-ка, давай попробуем посмотреть что-то. Текущее поселение стая. Мне кажется, что, скорее всего, лучше бежать не в укрытие, а в текущее поселение. Но прежде чем бежать, давай-ка мы обнюхаем всю эту территорию. Сделаем это с дерева. Залазим на дерево. Давай-давай-давай. Включаем наш интеллект. И давай попробуем здесь всё понюхать. Попробуем найти вражин. Когда ты видишь какие-то небольшие жёлтенькие облачка, это не пердёж, это никто не пёрнул. Это значит запах чужака, или запах какого-то предмета интересного. Но мы ничего не можем унюхать, слушай. Хорошо, как насчёт слуха. Видишь эти звуковые волны? Это значит, что очень много звуков мы здесь слышим. Но конкретно рядом с нами ничего нет. Чем ближе звук, тем он становится ярче. Ну, то есть вот эти вот звуковые волны, они окрашиваются такой в жёлтенький, а потом и в красненький цвет, когда что-то рядом с тобой. В общем, здесь пока всё безопасно. О, как захватываться за листву. Полезная штука. Теперь я умею захватываться за листву. Это мне пригодится. Значит, всё. Мы начинаем наш с тобой путешествие до нашего поселения. Но делать мы будем это, скорее всего, по деревьям. Потому что бегать по земле очень опасно. Так что передвигаемся по огромным веткам деревьев, стеблям и, конечно же, лианам. Так, нам теперь надо вон туда перепрыгнуть. Смогу я это сделать? Давай попробуем. Опа! Есть. Получилось. Так, вот смотри, отличное место, чтобы попробовать захват за листву. Надеюсь, что я не убьюсь. Значит, если я прыгну туда, теперь мне надо хвататься за листву. И что-то нифига не хватается! Ооо, это было больно. Очень больно. Так, ладно. Сбираемся на дерево. Ух ты, смотри, я на пальму залез. Кокосики. А могу я это дело забрать? Схватить? Отлично. Мы взяли кокос. Я его могу осмотреть. Давай осмотрим кокосик. Так, я понять не могу. Он что, его грызит, что ли? А, он его нюхает, облизывает. Так, мы осмотрели кокос, и что-то он нам, походу, не понравился. Ладно. Можно его как-то выбросить? Или я теперь всю жизнь буду с кокосом бегать? Похоже, что да. Он прирос к моей руке. Божечки. О, потряси! Давай потрясем. А, ну мы это уже делали. Мы сейчас будем трясти дерево. Да, мы трясем дерево. Я думал, что пальмы сейчас будут падать мне на голову. Но нет. Пальмы. Кокосы. Пальмы на голову. Да, вот это я и сказал. Хорошо. Нам нужно взобраться вот на эту гору. Хотя вот тут, смотри. Здесь вот такая вот ветка. Или это даже не ветка, это дерево. Так, попробуем. Ой-ой-ой, опасно? А, нет, все. Страх пропал. Слава тебе, Господи. Выбрасываем, короче, кокос. Вот так вот. И полезли наверх. Короче, когда я нахожусь рядом с домом, все страхи отступают. И все становится таким цветным, приятным. И можно нормально бегать и играть. Ну вот, в принципе, и все. Мы добрались до нашего поселения. Поселение стай. Так же можно сказать, что мы дома. Здарова, братва! Как ваши дела? Е-е-е. Наконец-то я дома. Жалко только мамку-орел склевал. Так, походу, я там с кем-то болтаю, да? О, братаны подошли. Круто. У нас, походу, батл был только что. Мы потанцевали. Ну, вроде бы, жизнь налаживается, да? Все, огонь. Что-то паника какая-то. Что происходит? Что вы нюхаете друг друга? А-а-а, это они сопереживают об утрате, о том, что одного примата прикончил орел. В общем, все, они сожалеют. Я понял. Вот этих у-у-а-а расшифровал. Сможет ли ваш род пройти путь эволюции быстрее предков? Сложно сказать. Поскольку я мыслю так же, как примат, я думаю, что нет. О, живучись героя. Энергия зависит от выносливости и продолжительности жизни. Чтобы быть выносливым, нужно хорошо есть, пить и спать. А чтобы прожить дольше, нужно делать что-то еще. Ну что, в общем, мы находимся в поселении. У нас появились новые возможности. Мы можем прилечь прямо здесь, похоже, да? Ну-ка, давай попробуем прилечь. Ага. И мы начинаем спать. Время ускоряется, и мы дрыхнем. Здорово. Но спать я пока не хочу. Обновление суточного режима. Хорошо. Могу кого-то позвать. Я орнул своим маленьким ртом. О, нифига себе, как они откликаются. Что еще я могу сделать? Давай зайдем вот сюда в водичку. Попить я могу? Зачерпнуть. Черпаем водичку вот так вот в ручечке. И что я с этим могу сделать? Осмотреть. Хорошо, давай осмотрим. Пробуем на вкус. А вдруг она отравлена? Найдена новая еда. Источник пресной воды. Отлично. Ну тогда выпей ее, че уж. Ой, хорошо. Растущий нейрон. Органы чувств. Смотри, я попил водичку, и теперь все макаки подбежали. Ты че ходишь по воде? Хотя я тоже в ней хожу. Главное не сыкайте туда. Короче, я подбежал, попил водички, и несколько макак подбежало сразу же тоже попить водички. Видимо, они учатся вместе со мной. Хорошо. Давай врубим интеллект. Поскольку мы с тобой маленький примат, нам нужно изучать все. То есть, вот, например, какие-то стебли есть, да? Издалека мы их сможем опознать? Нет, не сможем. Хорошо, давай подойдем и изучим, что это такое. Что это за стебель такой? Так, вот мы подошли. Подожди. Где? Вот. Осмотреть можем. Ух, как оно воняет. Че там такое, я понять не могу. Ладно, давай осмотрим. Короче, это был не совсем стебель. Что там? Что ты делаешь? Он смотрит в воду и что-то там делает. Копается, короче, ковыряется. Найдено новое место сбора. Место для рыбалки. А, там, видимо, рыба была. Все ясно. Ух ты, ягоды! Давай-ка вот это изучим. Может, даже поедим. Хватай-ка. Давай, осматривай ягоду. Похоже на огромный виноград, хотя нет, это не виноград. Найдена новая еда. Плод путерии. Сладковатый. Хорошо, давай это схомячим. Ох, отлично. Универсальный метаболизм. Эволюционное достижение. Вы усвоили питательные вещества из ягод. Растущий нейрон общения. Короче, пока мы вот это вот все изучаем, пробуем на вкус, мы как бы эволюционируем. Кстати, насчет нюха. Давай попробуем понюхать наших сородичей. Вон, видишь, как они воняют. Сконцентрируемся на одном запахе. Это наш сородич так воняет. А вот это вот листва воняет. Смотри как. Точнее, она не воняет, она вызывает страх и недопонимание. Ух ты, какая бабочка крутая пролетела. Так что нужно туда подойти и выяснить, что это за фигня. Вот такой вот кустик мы оторвали. Теперь нужно его осмотреть. О, что это за фигня? Какая-то листва непонятная. Занюхнем. И это, казалось, листва хвощ. Ее можно есть. Хорошо, давай схаваем. Вот так вот. Смотри, другие приматы побежали тоже этот хвощ хавать. Вы усвоили питательные вещества из овощей. Хорошо, мы понюхали. Что насчет слуха? Давай попробуем кого-нибудь услышать. Вот, желтые волны. Это значит, что рядом находится мой сородич, либо какой-то другой звер. Попробуем сосредоточиться. Так. Слушаем, что он там шепчет. И оформившийся нейрон. Органы чувств. Отлично. Мы стали лучше слышать, по всей видимости. Что еще из интеллекта мы умеем делать? Мы можем встать. Для чего нам эта функция? Видимо, чтобы дальше видеть. Больше она нет для чего. Так. А это что у нас здесь лежит? Камень. Давай его осмотрим, изучим. Конечно же, полежим его. Гранит. Пока он нам незачем. Выкидываем в речку. Исокшее дерево. Мне кажется, что мы можем... Да, можем. С него оторвать веточку. Вот такая вот веточка. Больше меня. Найди новый инструмент. Сухая ветка. А это, похоже, место для сна. По крайней мере, очень выгодное. Ну да, смотри. Прилечь можем. Хорошо приляжем. Место для сна. Итак, наступила ночь. Нам, похоже, снятся вон сны какие-то. Как мы там кого-то побеждаем, я не знаю. Здесь на кого-то нападаем. У нас уже час ночи. Ух ты! Там, смотри, всякие змеи, леопарды. Гиены. Нифига себе, что нам там снится. Рассвет. Все, пора просыпаться. Что, предлагаю уже покинуть наше гнездышко. Там вон наверху, смотри, есть черепок. Давай посмотрим, что это такое. Это мертвый гоминид. Что ж, пойдем посмотрим, что это за фигня. Что это за гоминид такой? А, слушай. Опа, на нас страх напал. Блин, так это получается, смотри. Там гнездо. Это то самое гнездо, где склевали нашу мамку и, собственно, ее убили. Вон она валяется. И там яйца еще. Рядом там с ней, по-моему, макака тоже какая-то. Хорошо, давай попробуем туда спуститься. Побороть свой страх попробуем. Я не знаю, конечно, получится у меня это или нет. Прыгнуть. Куда бы нам с тобой прыгнуть? Мне кажется, что вот так вот, если мы прыгнем, мы не должны разбиться. Хватайся за листву, есть! Получилось за листву схватиться, слава богу. Аллилуйя. Опа. У нас двигательные функции. Новая нейронная фишка. Где, где? А, вон, 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 нам туда. Здравствуйте, товарищ Бабуин. Это может быть мой отец, не? Отец. Он пришел оплакивать свою жену. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что надо хотя бы яйца стырить у этой птицы. Ну, это самое минимум, что мы можем сделать. Вот так вот. Тело мы, конечно, не можем утащить, а вот изучить вполне можем. Давай изучим. Опа, опасность. Прыгаем. Фух, нифига себе. Орел-скоморох. Он улетел, нет? Я так у него яйцо и не успел стырить. Кстати, макак тоже убежал. Вон, пониже спустилась. Так, попробуем еще разок. Прошло после смерти 0 лет. Цик. Короче, цик это имя моей матери, по всей видимости, да? Хорошо, тогда забираем яйцо. Хватай. Забирай яйцо и пошли. А лучше выкидывай просто на землю. Я надеюсь, что они разобьются. И таких орлов станет поменьше. Так. Еще. Еще, все. Больше у нее нет яиц. Отлично. Сваливаем отсюда по-тихому, пока нас не схватили и не заклевали. Что ты тут чемишься? Желудок прихватил, что ли? Иди домой. Все, мы спустились обратно на землю. Я нашел тут пальму, где растут кокосы. Сейчас мы свистим один кокосик. И я хочу попробовать разбить этот кокос. Я, правда, не знаю, как это сделать. Скорее всего, мне нужно где-то достать камень. Вот, отлично. Значит, кладем кокосик здесь. Камушки. Вот у нас здесь есть камушек. Берем его. И пробуем, значит, это возможно, нет, сломать как-то кокос. Нет, по всей видимости, мы не можем его сломать так просто. Хотя, хотя вот мы метимся, мы метимся в кокос. Что если мы шибанем его об стенку просто вот так вот? Нет, так не работает. Видимо, я еще не слишком развит. Я-то понимаю, что делать, а махаха еще нет. Ладно, оставим эту затею. Короче, фишка этой игры это просто ходить, узнавать мир, исследовать все и эволюционировать. Тут как бы так таковой цели-то и нету. Ты просто должен здесь развиваться. Если тебе эта игруха нравится, то с тебя лайкос, комментос под видос. Ну и, конечно, подписывайся, если ты еще не подписан. Все, пока. Увидимся в новом видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова